ну что друзья всем привет сегодня у нас последнее заключительное утро нашего отдыха в этом прекрасном резорте отдых был замечательный все прошло просто на высшем уровне мы здесь провели прекрасные восемь дней все понравилось чуть-чуть не хочется друзья мы пришли сказать до свидания морю прекрасному сегодня немножечко пасмурно скорее всего опять будет тучки над морем вчера тоже было пасмурно и так хорошо проводили время в море и сгорели и сварились самый большой парадокс это флаги на пляже вон практически нет мне кажется даже зеленый стыдно ставить флаг я говорю здесь даже сейчас зеленый стыдно ставить они поставили красный в лучшем случае желтой вряд ли когда-нибудь доводилось кого-нибудь спасать в этих огромных смотрите трактор подмел с утра мы первые идем сейчас наследим а вот и замечательное море хочется очень хочется вернуться а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почти собраны И сваливаем отсюда В 10 нас заберут В 9.45 нам нужно быть уже в лобе Будет тот же таксист, да? Да, ну в смысле таксист не знаю Какая фирма такая же Попрощаемся с резортом Скажем ему до свидания На всякий случай, да, Ов? Однозначно, до свидания Нельзя с таким резортом просить Всем рекомендуем от чистого сердца Если есть хоть какая-то возможность сюда приехать Как я уже сказала Съезжаем мы в 10 нас забирает Такси Вылет у нас в час 30 Так как это международный рейс В аэропорту нам надо быть за 3 часа Чтобы если какие-то моменты возникнут Успеть все разрешить И Сесть на самолет Потом 3 часа самолет И мы в Северной Каролине В Шарлотт А там до дома полтора часа На машине на нашей Поэтому У нас все уже настрой ехать Мы уже Даже не хотим купаться нигде Побыстрее сейчас Позавтракаем Соберемся и поедем А вот кто-то уже заказывал Завтрак в номер Так, ну что Быстренько позавтракаем Наш последний Наш последний завтрак В этом Резорте В этот раз Нам дали Словно шестерый Все нормальные члены семьи Пошли набирать Нормальную еду на завтрак А я пришла, как всегда, в рыбу Вот этого всего сейчас положу Очень вкусную И вот этот Морской окунь Соленый Копченую семку Возьму еще Вот это все поем А потом подумаю Может быть что-нибудь еще вкусненького Салат возьму Положила еще Квакамоле и салсу В Мексике И не есть Наивкуснейшее Квакамоле Это вообще преступление Свежевыжатый сок Здесь на любой вкус Я возьму 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 Из киви Вот Сок из киви Ну что, друзья? Чемоданы собраны Мы собраны Чемоданы собраны Что еще собрано? Чемоданы стали гораздо тяжелее Вся одежда влажная Чемоданы не подъемные Все Забрали Собрали Дети в другом номере Мы сейчас с Владимиром Пройдемся Посмотрим Ничего не забыли Ничто не забыто Ничего не забыли Никто не забыли Да Вот Так Мы хотели про комнаты Рассказать Какие свои финальные Минусы Комнаты очень вместительные Это прям хорошо Вместительные Площадь большая Можно спать 6 Да В принципе По 2 человека Поэтому Если у кого семья 4 О, нам уже Наверное Звонят Звонят Тоже позванивали Я не отвечаю Так Короче Здесь даже Семья из 4 Возможно Даже из 5 Можно Нет У них Лимит У них Лимит На покупку Есть Да Там Сразу указано Лимит Сколько человек В комнате Может вместиться По их правилам Вот Рассказывай Какие у тебя Плюсы Мне Не понравилось То что В ванной комнате И в туалете Нет замков Я люблю это контролировать сам Не просто дверь прикрыта Думаешь А вот сейчас Я зашел А у меня Если я на дверь не повесил Эту штуку Кто-то может Это я не люблю Я должен зайтись За собой Потом Свет Сейчас Пока Вова идет Рассказывать про свет Сейчас я скажу В нашем номере Меня удивило Есть Вот эта дверь В дорогих номерах Нету вот этой двери Серьезно? Ты говоришь Там замков Там все такое Я видела А значит почему Потому что сюда приезжают С детьми Поэтому двери А в дорогие В основном едут Пары Пары То есть понимаете Один пошел купаться Другой в туалете И должны друг друга Все наблюдать А если ты не повесил На дверь знак Чтобы тебя не беспокоили Могут еще и зайти Свет включается Как только ты открыл Да Это гардероб А потом Когда закрываешь двери То по идее Должен выключаться свет Вот эти датчики движения Они везде здесь стоят У вас тоже мигает всю ночь? У нас нет Я вообще всю ночь Обычно спал Поэтому мне бы Да все нормальные люди Ночью спят Посмотрите Представьте Мы здесь спим И вот там Темнота Бабах Яркий свет И щели Такие широкие Достаточно И прям ярко становится И это всю ночь Независимо от того Как ты закрыл двери Или там Что ты не закрыл Сенсор Срабатывал всю ночь И будил нас То же самое в туалете Ванной Сейчас вам покажу Вот смотрите Ванная комната Сейчас я выключу Все эти Все освещение Которые сами Мы можем включать Вот да И вот мы сейчас заходим Вот включился свет в душе Открываешь дверь Сейчас включится дверь Свет в туалете Вот смотрите Да Два вот этих ярких света Через минуту он погаснет И это здесь видите пространство И прозрачная дверь И свет если здесь включен Хоть какой-то Сильно светится там Но в том то дело Что он погаснет Но у нас так же Как и там Среди ночи Хоп включился Хоп выключился У нас точно привидение Пират Пират Карибского моря Мне вот это вот Точно не понравилось Мне Я предпочитаю вот это Заходишь ты в темноте И начинаешь нащупывать Потому что она срабатывает Только Вот смотрите Вот этот кружочек Вот Только вот эти кружочки Если ты где-то рядом Коснешься Ничего работы не будет И ты вот это вот Ищешь на стене Мне тоже не нравится Так В остальном Все удобно Все хорошо Да Общие хорошее Это мы недостатки Сказали Это наш объектив Нет Субъективный Это наш субъективный Просто нам не нравится Не все эти сенсоры Не вот это все Полочка Которую мы позже Потом распознали Смотрите Шкафчик на входе Помните Я говорю О просто шкафчик какой-то Оказывается Там шкафчик с замком Оказывается Мы покажем сейчас на улице Это Когда ты хочешь себе еду Или что-то заказать в номер Но не хочешь Чтобы к тебе заходили Звонишь Они приходят Открывают тот шкафчик Оставляют что-то для тебя И говорят Мы принесли Ты приходишь И забираешь Все А вот это Ну это просто еще на пол Так А вот здесь ничего нет Не открывается Нет Сейчас я вам покажу На улице Эти шкафчики Как выглядит Вот Их даже не видно В стене практически Да Я кстати не сразу понял Еще раз Хотим заострить внимание На том Что здесь Лаконичность Простота Да Вот смотрите Стена Да И непонятно Где вход Где что Где двери Где гардеробная Вот это вот Все полочки Все спрятано Несколько раз Пользовались Вот этими лежанками На улице Тоже очень нам понравилось Они очень комфортные Дети кстати Полюбили джакузи Ну они пару раз Я сегодня утром Так смеялась Я такая зашла Проверить Ничего там Не осталось ли у нас И говорю Ой девчонки Вчера хотела В джакузи посидеть Но лень Лень было А потом Начала смеяться Лень в джакузи Посидеть Это же ведь Надо какой наглый Быть Бессовестный Вот Все Мы здесь все проверили Все забрали Да Массивные Кровати Очень удобные Даже вот этот Раскладной диван Двуспалка Матрасы комфортные Подушки Одеяло Нормально Я спала У меня нигде ничего не болело Кстати да У меня спина не болела Несмотря на то Что я на раскладушке спала Я спал так же Как на домашнем матрасе Не было такого Что ой Надо привыкнуть Мне все понравилось Все круто было Все Говорим до свидания Этому номеру Этому резорту Провели замечательно Здесь время Так Выключить свет надо Не забудем Не забудем Так Дай еще раз Посмотрю Все ли я взяла Я обязательно Что-нибудь забуду Ребята Это вот Это вот коронный номер Вот это мы оставляем Потому что не хотим Тащить домой Там меньше половины осталось Все Вроде все Все Закрываем дверь И больше мы сюда Уже не попадем В эти номера Наши чемоданы Немножечко грустно Покидать Этот райский уголок Но мы Достаточно Отдохнули здесь Лифтами мы здесь Не пользовались Так как Все время Старались ходить Чтобы чуть-чуть Расстрясти Еду Пойду на лестнице Там мало места Для шестерых С чемоданами Напоследок Вам поснимаю Красоту Ой Мир Без диет Без готовки Без забот Можно сказать Это что-то Нечто Сейчас мы Возвращаемся Домой Опять диеты Готовка Хлопоты Заботы Вот место Куда нас привезли Отсюда мы будем Уезжать Сюда люди только Приходят в двух случаях Когда приезжает И когда уезжает Ну что Все прошло Быстро Нас расчекаутили Минута Одна минута Дали в такие листочки Никаких экстра чарджис Я еще даже удостоверилась Я говорю Точно нет никаких экстра чарджис Они сказали Что ничего нет И 600 долларов Которые они с нас Взяли и вернут То есть вообще Ни за что не взяли Он сказал Такси придет Эти бумажки ему Оттать Как все организовано Все так гладко проходит Все Мне жалко Что мы на этих машинках Ни разу не прокатнулись Сейчас я покажу их Слушай, Вов Мы здесь многое Не опробовали Из того Что они предоставляют Развлечения Нельзя все опробовать За один раз Да И времени на все не было Надо оставить себе Возможность сюда вернуться Что мы здесь не использовали Не было времени Не было желания Была лень Скажем так Не все за один раз Джим Приезжать на отдых И заниматься Спортзале Ой, не могу Линейка какая-то Здесь тряпочная Ковер-линейка Да, здесь доктор есть И по-моему Здесь долларов 450 за прием берут Массаж здесь В районе 300 долларов За час Или даже И без массажа Может тоже Не, я собиралась Честно Собиралась Но потом Мне как-то Руки не дошли И ноги тоже Так вот Такой здесь Людей снимать нельзя Так Секундочку Покажем Что здесь За спортзал Здесь есть все И люди говорят Что здесь Просто обалденный Спортзал Смотрите Хороший Все Мы не будем дальше Заходить Людей смущать Это не мы Это не мы Смотри Раздевалка в спортзале И видимо душевая Наверное Я думаю Так я загляну в женский Да, я думаю Душевая Так Как опять Вот где тут свет Как его включить Зайтер включится Да О, включилась Правда Туалет И Шкафчики И скорее всего Душевые Судя по всему Да Мы наверное Здесь есть Еще Приедем И еще Какие-то новые Для себя Места Но идем Тоже Так же Видите Платенчики Не бумажные А махровые Ресторан Французский Там только Для взрослых Мы не ходили Да Это Пьяно-бар Я так говорю Как пьяный бар Но Тот же Смысл Здесь Живая музыка Здесь Бар А можно Да Я думала Закрыт Утром Бар Посмотри Здесь Живая музыка Вот Пианисты Саксофонисты Скрипачи Здесь Выпивка Садишься Балдеешь Слушаешь Стольки Иногда Только стоят Не везде А там В конце диван Получается Еды нет Только Только Попить Да Такое Уютное Ну это тоже По-моему Только для взрослых Детям сюда нельзя Заходить Ну если тут Только взрослые Напитки Такой вот Пьяный Бар Значит Сидим Мы здесь Одни Ждем Нашей Маршрутки Не знаю Как Такси Они сейчас Заходят Мы прям О Наши Подъехали Сейчас Нас позовут Уже РТ Открыли Чтобы Ставить Мы здесь А они Скажи Какую семью Позвали Адамс Семья Адамс Вот кого-то встречает Уже Шампански На подносе Два бокала Это значит Пара приехала Два бокала Шампански Если дети То еще и сок Забыли взять водички Решили сейчас Пойти в баре Набрать на дорожку Сейчас С собой Да Я здесь Водохлеб Я вообще По жизни Водохлеб А здесь Хватеем Все время Вода Постоянно улетает Все дети Берите Чемодан И вещи Идем Позвали Нас За нами Приехали Уезжаем Ничего не забыли Потому что Я снимаю И я слежу Только за съемками Спасибо 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 Ты мог бы сидеть До следующего Я надеюсь До свидания Пока Ну что Все Пока Едем Ой Какой у нас Автобус Вов Поснимаешь Позади Еще Гляньте Там Там Получается Еще Для двоих И багажное отделение Шикарное У нас Смотрите Даже столик Посередине У нас Уж не знает Как произносить Выезд Из нашего Резорта Здесь Просто так Не въедешь Мы уже видели И не Видишь Тоже Просто так Кстати Мы жили Где-то За этими Пальмами Там Были А это Другой Был Выезд Въезд Въезд В эти Три Резорта А Выезд Из нашего Конкретного Резорта Мы сразу Проехали Поезд Продолжение следует Ты обратился Испит Лимит Километры В час Ну да Мы привыкли Мили В час И На заправках Здесь Литры Литры Не галлоны Да Нет То есть У них Система измерения Здесь Так же Как у нас В Европе Здесь Метры Сантиметры Километры Литры Прожив Столько лет В Америке Нам Непривычно Да Уже Видеть Нормально Мне И так И так Понятно Ну вот Мухерас Приехали Ты сказал мне Американская аэрлайна Да Американская аэрлайна Да Продолжение Продолжение Так И мы сейчас Едем сразу В наш терминал Правильно? Мы прилетели На Американ Аэрлайнс И улетаем С ними Поэтому Нас сейчас Прям выгрузят Именно В том терминале Где мы должны быть Упс Вот на такой машинке Нас доставили На Мерселесе Я наверное Главное Чтобы я кошелек Не потеряла Наш багаж Никита Твоя Эта штука Спасибо 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 Сонечка Давай мне рюкзак Слушайте Мы впервые В такой Бизи тайм Когда много людей Улетаем Мы по утрам Обычно Рано утром Улетали Мы сдали багаж У нас был 10 паунтов Перевес Пришлось отложить Рюкзаки А мы такие довольные Везем с собой Обратно меньше Но из-за того Что много влажной одежды Все тяжелее Значительно Самая любимая В кавычках Часть Перелетов Там то что нельзя С собой брать На самолет Шампуни Большие пизырьки Алкоголь Дезодоранты Я надеюсь Дезодоранты Мы не положили Если что выкинем Ерунда Мне кажется Мы это все Туда сдали Багаж Нас с Никитой Чуть не арестовали Что сперли У него ничего не нашли А у меня пилочка Для ногтей Сумки Меня отозвали в сторону Заставили достать Пилочку для ногтей И сказали Ни в коем случае Не взять Это оружие Я говорю Ну вы выбросите Так мы Дьюти фри Я говорю Выбросите Она выбросила Все Можете идти Оружие я перевезла И сюда тоже В этой сумке Да и ничего Железное надо Так мы сейчас Найдем для себя Хорошее удобное место Будем ждать Свой самолет Ну и Здесь может быть Для вас Что-то поснимаем Все по-мексикански Красиво Ярко Красочно Раздельный мусор Что радует Органический И неорганический Вот Шарлотт 1210 Американ Эйланд И гейт Еще нам Не дали Интересно Что это такое Монеты На испански Написано Не знаю Что это значит Наверное Донейшн Какие-то И море Море Разных Кафешек Разнообразие Сувениров Еще вам покажу Смотрите Шкатулочки Черепа Сердечки Так 250 песо Ну это недорого Я думаю Что это где-то Долларов Наверное 10 Может 15 Не могу точно Сказать Но Недорогие Сувенир Вот эта удобная Штука Общанная В хозяйстве Используется Для того Чтобы Когда готовишь Эти всякие Ложки Поварешки Класть Но это чисто Декоративная Видите Дырочка На стену Вешается Класс Мне нравятся Мексиканские Краски Такие яркие Такой микс Музыка Ветра Интересно С чего Это сделано Оникс Написано 150 песо За одну Штучку Буквально Вот на ниточке Вот так Вот Ой Прелесть Прелесть Какая Смотрите На эти цвета Обалдеть Леечка Не знаю Что это за материал Но Итого Написано Что Крупкая Бьющаяся Мексиканские Текстильные Красивища Чтобы я купила Так это Вот эту шляпу Смотрите Какая красивая Не знаю Сколько она стоит Естественно Покупать Не буду Тащить С собой Не хочется Все это Но Из всех Всех Сувениров Наверное Шляпа Это самый Достойный Мексиканская Шляпа Мориной Вкуснейших Специи Мексиканских Мексиканцы Знают Толк Специи Я у них В ресторан Постоян какие-нибудь Соусы Заказывала Просто Наивкуснейшие Обалденные Ну естественно Острые Ну и куда же Без черепов И скелетов Брелки Как он Такой брелок Ну я не могу Очень многие Здесь покупают Текилу Здесь Дьюти фри И Везут в Америку Настоящую Мексиканскую Текилу Тебя по-прежнему Удивляет Почему в женский Туалет Есть очередь А в мужской Нет Нет Я знаю Почему Женщины Любят поговорить Нет Там никто Не разговаривает Там молча Стоят в очереди Ну если вы Молча Дольше Это вообще Жжок Какой-то Так Нам Нам дали Номер Вылета Как по-русски Гейт Я тут пыталась Перевести И не перевела У нас Си 21 Выход Ну что У нас уже давно Объявили посадку Мы покушали Все дела свои Си 21 Выход у нас И посадка Уже идет Так как у нас Мы в последней Группе Поэтому не переживайте Мы самые последние Будем заходить Так я сейчас Покажу самолет На котором Мы полетим Вот он Наш самолет На котором Мы полетим Меньше трех часов Пути И надеюсь Благополучно Долетим Как чемоданы Наши уже Загрузили Мы идем Сегодня наш Не шкурили Тогда Как в прошлый раз Соня Осматривали На это На вещества Запрещенные Но они выборочные Видимо Да Отобрали Стал Ой как уже Жарко становится Как здесь Жарко В этом Жарко Я просто Тепло Одета Я одета Так Чтобы в самолете Не замерзнуть Мы в самолете Смотрите Кондиционер работает Насколько влажно Покидаем Наш любимый Каркун За окном Жара Жара Вы даже Не представляете Какое там Пекло Сначала говорят На английском Потом на испанском Хотя мы сейчас Находимся В Мексике Но у нас Американские Авиалинии Редактор субтитров А.Семкин Вот это Закрывало Нам То есть Вернее Было у нас На горизонте Красота Вот побережье На котором Мы с вами Были Теперь Мы сесть Я смотрю Нам еще Лететь 2 часа 15 минут Пока Можно будет Посмотреть Фильмы Или послушать Музыку А вот И Флорида Я так понимаю Так что это Киевест Музыка 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 Посмотрите На эти Рыжие Пятна Земли Это 100% Наша Южная Каролина Музыка Музыка Добро пожаловать В северную Каролину И в город Шарлот Смотрите Впереди Я больше чем уверена Это Льюр Лейк Озеро Льюр Где мы с вами Отдыхали Мы снимали Там Ой Даже Дома Видно Какой Пилот Хороший Шарлот Северная Каролина Аэропорт Можно сказать Что мы Дома Это Очень близко К нашему Дому С собой У нас Мексиканская Вода Мексиканские Сникерсы Мексиканские Чипсы Американские Но признанные В Мексике Я включила Телефон И время Автоматически С 4 17 Поменялось На 5 17 На американское Наше время Сейчас опять Наши чемоданы Быстрее Выйдут Из самолета Чем мы Все Пустой Самолет И мы Уходим Я гадала Кто по национальности Пилот Азиат И одна Из стюардестов Да Вот сразу видно Вот так хорошо Он нас доставил Такой хороший Перелет был Легкий Вообще Супер Можно сказать Дома В масштабах Планеты И стран Шарлот Северная Каролина Это можно сказать Уже дома Предъявим Паспорта И мы В Америке Пока что Мы еще На пункте пропуска Написано Что в паспорте Содержится Чувствительная электроника Я сроду не знала И для лучшего Использования Не сгибать И не подвергать Высоким температурам Документ Паспорт Все 12 июня 2024 года 6 человек Пересекли границы Соединенных Штатов Идем получать Наши чемоданы Сказали Номер 1 С Канкуна Наш по-моему Синий Да Какие-то Нет Наш Так быстро Глянь Забрали Чемоданы Целости И сохранности Сейчас мы Направляемся На стоянку На парковку За машиной Правильно Да Теперь надо Понять Как нам туда Добраться Так Едем на нашу парковку По часовую Только мы могли Додуматься По часовую парковку Снять на 8 дней А я не верчу Наверх Нижний уровень Спустились На легче В самый низ За что мне не нравится Аэропорт Вот в этом Шарлот Очень трудно Ориентироваться Здесь Со знаками Здесь явная проблема Мы когда-то Люсля прибыли Поняли это И сейчас Парковка По часовая Запарковались Мы на четвертом этаже Сейчас мы на первом Друзья После Мексики У нас просто Северный полюс Правда Мы сейчас на парковке Но на открытой парковке Ощущение Конечно Воздуха И температуры Совершенно другое У нас получается Такой мягкий Теплый климат По сравнению С Мексикой С Канкуном Мы уезжали В прошлый раз Вот отсюда Значит Где-то недалеко Наша машина Все на месте Машина стоит 8 дней Простояло Здесь не жарко Вообще отлично Как будто Не уезжали Да Нет А с другой стороны Как будто Вечность прошла Все Загружаемся Едем Полтора часа пути И мы дома С Котей Встречаемся Обнимаемся Сейчас нам надо понять Как насчет С доплатой Мы вроде бы успели Да Мы до 6 Или до 7 Да у нас по-моему До 8 Или до 6 Не важно Сейчас посмотрим Да Нам доплачивать Скорее всего Не надо А если доплачивать Надо будет То наверное Они автоматически С нашей карточки снимут Которую мы платили За парковку Здесь вообще работников нет Пытаемся выбраться Из этого лабиринта Пропускаем Такой скорости Прям здесь Смело Так Сильно Резво Лабиринт Муровейник Так Вот там Выпускать Должны Интересно Надо что-то Показывать Или что Андерфи 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 Нинус Юс Райт Лэй Непонятно Что происходит Это же Милый И что он Он отметил нас Что не надо доплачивать Да видимо Вопустил Может быть Мы всего лишь На 20 минут Опоздали И из-за этого Карта Так По-моему Здесь на дороге Успели поссориться люди Сразу же Да Прибыли домой Культура вождения На дорогах В южных штатах Это нечто Полностью отсутствует Здесь вообще Водят Не важно Это северная Каролина Южная Каролина Джорджия Флорида Мне кажется Что здесь Вообще Люди Им все равно Как они едут И куда едут У нас на улице Сейчас 82 По Фаренгейту Это похолоднее Чем в Джорджии 28 градусов Цельсия Похолоднее Чем в Мексике И влажность У нас не такая Сейчас даже ради интереса Загляну Посмотрю Какая у нас Влажность В данный момент Влажность 46% Райская Ну и здесь У нас дома Повыше будет Почему? Какая разница Полтора часа 100 миль 150 километров Огромная разница У нас 49 Это большая разница Побольше Влажность Ты мне не верила Спорила Насчет климата Мы уже Прямо Удостоверились Если сравнить Вашингтон Мексику И Южную Северную Каролину Я их так объединяю Потому что мы практически На границе живем У нас здесь Просто идеальный климат Да? Да Там где мы живем Великолепный климат В Вашингтоне мы жили Тепло Мерко Сухая Летом И очень жарко Вот В Мексике Все время Там наверное Тяжеловато будет А так вот На 10 дней Окей Жарко И очень влажно Там порой Влажность была 100% Вот как так может быть Мы даже удивлялись С детьми шутили Как так может быть 100% влажность Вот А у нас получается Что не очень жарко До 90 По Фаренгейту Чуть-чуть больше За 30 Цельсия И влажность Вот сейчас будет В районе 60 Максимум Мне кажется Летом Сейчас такое чувство Как будто Я вообще не пойму Где мы Откуда и куда едем Да? Уже и в Мексике Как будто 10 дней назад были И дома Как будто полгода не были У тебя такой же Астеринный, да? Я тоже Я никак не могу Привыкнуть к рулю Потому что Все-таки у меня не часто Бывают перерывы Такие вот 9-10 дней От вождения Смена Караула Смена караула Местоположение Расширение Кругозора И какой-то Как рестарт Для жизни Как будто Что-то новое Наступает И как будто Ты заново Начинаешь Этап жизни Какой-то новый Так и есть Путешествия Вот эти Они круто Они полезны Этим и полезны Едем домой Сейчас Из всех чемоданов Просто знаете Вот Зайдем в прачечную Вывернем все чемоданы И все Просто вот так Вот кучу Эту Влажной одежды Вообще Невлажной одежды Там у нас Наверное Нету Есть или мокрая Ой Как красиво Мы только что То же самое сделали Именно здесь Да Есть у нас Или совсем мокрые Купальники Которые за ночь Не высохли Мы вчера купались Или влажные Короче Все сейчас Вываливаем В прачечные Стирки Наверное Завтра будем делать У нас уже вечер Не хочется этим Сейчас заниматься Все-таки Хоть мы и отдыхали Но мы устали Пора отдохнуть От этого Устали отдыхать Да Устали отдыхать Плюс путь Какой бы он ни был бы Гладкий Как у нас Вот сейчас Мы туда летели Абсолютно Гладкий путь был А обратно Просто у нас Какой-то идеальный Пилот был Я все время Восхищалась в воздухе Как он Управляет самолетом И какие плавные Взлеты и посадки Были у него Как он аккуратно Облетает эти облака Нет Он круто И настолько было интересно На него посмотреть Что это за человек И когда я увидела Я не знаю кто Кореец Или китаец Какой-то азиат Я в них не разбираюсь В этих Сложно Без фенгалов под глазами Без этих Инфекций Без температур Без всяких Воспалений Назовем это отдых Да Предпоследний день Я просыпаюсь утром Еще темно На улице ливень Думаю Блин Ну что такое Оказалось Что это был Самый крутой день Для купания Не было жарко Вода теплая Не было Солнце не обжигало Солнце Вообще Мы несколько раз ходили И по часу Сидели в воде И провели Великолепное время Именно вот в этот день А если даже Вот так Вот солнышко Проглядывает Если ты под солнцем Больше часа Все Ты сгорел Даже если мы Кремами разными Да Спреями от солнца Пилочку Меня отобрали Она меня когда позвала Такая сумкой С моей И так прям строго На меня такая рукой Я думаю Ну все Хана Мне Нашли что-то У меня там в сумке Вот И она такая Прям поставила Мою сумку И серьезным таким Выражением лица Спрашивает Пилочка для ногтей Есть в сумке Я говорю Да Нельзя Это считается Этим Оружием Я еще в таком шоке была Ну короче Пришлось выкинуть И Никита проходил Через зону Этого Рентген Вот этот У ребенка Вообще только Футболка Шорты И эти Кроксы Калоши И у него сработало Его ощупывали Любовь ты видел Никита так испугался Я улыбалась Никите Специально Чтобы он Не заплакал Ничего Ну его осмотрели Мужик потом Ну я думала Вдруг ты заплачешь Мужик этот Тот мексиканец Который его ощупывал Посмеялся И говорит Иди Видишь что Она просто включила Поворотник И сразу перестроилась Не важно Есть я там Собираюсь ли я ее пропускать Вижу ли я ее Она просто это сделала И все И хорошо что еще Включила поворотник Есть люди которые Искренне верят Что включи Включи в поворотник Они имеют право Делать маневр Несмотря ни на что А люди которые Есть вокруг Обязаны реагировать На этот поворотник Как просто Как на закон божий Они действительно В этом верят Что они все делают правильно Мы в Северной Каролине Такие же узкие дороги Такие же дырки на дорогах Да И мусор так же валяется Все Я думала что Северная Каролина Чем это отличается от Южной Но мы уже поняли Что все то же самое 6.47 вечера По идее Мы должны В 8 где-то Приехать домой Вот Там нас ожидает Котя За Котей Хорошо ухаживали Наши друзья Каждый день Ее кормили Гуляли С ней игрались Дети Поэтому Котя наша Не чувствовала себя Так сильно одинокой Нам присылали Каждый день Фоточки Отчет Да Там с ней Что все нормально Покормили Погуляли Мы очень благодарны А еще даже не верится Что мы это видео Начали снимать Сегодня утром Там в номере Такое чувство Что это было Точно неделю В другую эпоху Да В другую эпоху А это все в этом видео Даже не верится Вообще Ой, наши джунгли Прекрасные Вообще Так красиво Огромные Гигантские деревья Обвитые всем Лианами Ну что Сейчас мы скоро Пересечем границу Северная Каролина Южная Каролина Вот наверное Да? Велком Велком Тур Сауф Каролина Да Вот мы Езжаем С кое-что А здорово Победает Да, смотрите Какая у нас дорога Хорошая Тихая стала Раньше был наоборот Мы когда только переехали Южную Каролину Пересекающей границы И у нас Хуже дорога Пересекла Да, сейчас настолько Наш штат развивается Крутыми темпами Дороги строятся Посмотрите Цивилизация Лет через 10 Обгонит все остальные штаты Мы нам подобные Понаехали Привезли с собой На свои деньги Таксы здесь платим Наши таксы Пошли в наши дороги Смотрите Красота же Наша крутая деревня Открыли окно Потрясающе Воздух Деревенский Такой травой пахнет Теплый Она не прохладная Теплый Приятный В меру влажный Идеальная деревня Как же в нашей деревне Как же в нашей деревне Хорошо Хоум Свет хоум Стоит наш дом На месте все Я не знаю Еще не сгорело Ну хватит вам Не каркайте Так Стрягать траву Как сейчас Котя будет рада Котя 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 Дорогая ты наша Ой как она рада Как она рада Не дугается Не ну ее кормили Хорошо Ее кормили Про нее не забывали Котя Котя Привет Радуйся Ой как она соскучилась Панама А мы по ней Соскучились дети Покойте Очень Котя Котя Туда идет Она всех ищет Она обошла всех А папу не нашла Она Принесу Мы все здесь Дай я к папе принесу Да она видишь папу ищет Так ну что наш двор Наш двор Трава конечно заросла Друзья наши поливали огород То есть они все что могли делать Делали Цветы все наши живы Все живо Трава разрослась Надо срочно косить Пошлите посмотрим Что тут с нашими цветочками Ухо слона огромное Ой гордения Подзасохли от жары Надо будет еще удобрить Так клубника уже наверное вся сошла у нас О нет гляньте ягодки есть О крыжовник какой стал большой Нас не было сколько получается Восемь Почти девять дней Крыжовник созрел Чудо О чудо Надо сейчас детям дать Ой что котя Что моя хорошая Что Крыжовник вкусный Все выросло Все разрослось Укропчик там заколосился Кстати ягодки Блубери уже наверное Подсозрели Да Подсозревшие О да Огурцы подсохли Помидоры подсохли Надо сейчас будет всем заняться Гляньте как у нас помидоры разрослись Вот здесь синим уже есть Да Гляньте что с нашими помидорами Как они разрослись Надо будет наверное что-то с этим делать Но наверное уже поздно Посмотрите сколько помидоров Сколько помидоров Да Огурцами надо будет заняться И вот эти помидоры наверное вкус придется убрать Вот Яичко есть Да За то время что мы отдыхали Здесь Эти японские жуки Набежали Ой сколько малины Малины много Вот это все разрослось Что там огромное да Да много Ну-ка Вова сразу за пылесос Там за кошкой туалет убирает Смотри Вот тут это жуки Да Ой сколько много жуков Ну ничего Там куча их Мы вернулись Будем бороться Огурцы аж сюда пришли Посмотрите Божья коровка Инна говорила Что она помидоры уже сорвала Она в холодильник положила К приезду Салатик чтобы был Так что у нас Сейчас на ужин будут помидорчики Черри разрослись Короче все в порядке Все хорошо Огромное спасибо Нашим друзьям Ну что друзья На этом мы будем заканчивать Серию наших видео Из нашего путешествия Теперь мы дома Теперь наша Наступает такая Повседневная жизнь Будем чем-то Огородно-бытовая Чем-то заниматься Да Может быть даже когда-то Распаковку какую-нибудь снимем На этом у нас сегодня все Всем всего доброго друзья Пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok